В этой ситуации Центральный банк повел себя абсолютно адекватно и правильно сделали. Они обозначили, что будут придерживаться достаточно жесткой политики, будут следить за курсом, им не все равно. С другой стороны, понимаете, Центральный банк не стал проводить интервенции. Центральный банк, короче говоря, ведет себя очень адекватно. Мораль. Может ли в дальнейшем в мире посыпаться какие-то еще дальнейшие валюты? Могут. Нет никаких проблем. Может ли возникнуть в мире какая-то паника? Может. Может. Означает ли это, что рубль будет со свистом валиться и мы достигнем каких-то невиданных вряд ли? Все может быть. Может быть все, но вряд ли. Давайте смотреть на вещь таким образом. Сколько должен сегодня стоить рубль? Это очень творческое понятие, потому что, ну как, по теории рубль это первая производная от нашего бюджета, вторая от цены на нефть, как основного источника наших доходов. Цена на нефть сегодня очень высокая, очень комфортная для нашего бюджета. У бюджета нашего практически в этом году может быть профицит. Счет валютных операций у нас очень хороший. То есть у нас в стране, если посмотреть макроэкономически, достаточно все стабильно. Когда дым рассеется, естественно, что у рубля высокий шанс укрепиться. Просто органически он должен так. Ну то есть пиковые точки роста стоимости пока что преодолены? Не совсем. И объясню. Возможно, да? Вы знаете, было бы крайне непрофессионально говорить, что, ребята, вот это все. Вот это границы, и хуже не будет. Может быть, все. И я лично вижу возможность у рубля скорее укрепиться. По крайней мере, я бы что сейчас не делал. Не бежал бы в панике в обменник. Не хватало бы доллара, там, я не знаю, по 68-69. Потому что вот если сейчас не купили, все пропало. То есть это высокая цена, вы считаете? Я считаю, что это достаточно высокая цена. И я полагаю, что скорее рубль может быть более крепким, чем валится, если не будет каких-то, знаете, таких вот глобальных мировых катастроф и так далее. Евгений, если я правильно понимаю, вы шаги и вот эти вот интервенции словесные, в том числе, Центрального банка одобряете? Поднята процентная ставка, поднята доходность по рублевым инструментам. Ну, это еще раньше. И просто ЦБ как бы подтвердил это. И, наконец, перестали давить на курс рубля постоянными закупками. Ну, извините, это очень серьезные были факторы, которые влияли на ослабление рубля. Значит, очевидно, рубль имеет шанс, по крайней мере, рестабилизироваться. Хорошо, с этой темой разобрались. Давайте прокомментируем еще момент, который волнует абсолютно всех. Я процитирую. Многие издания приписывают или нет слова главе ВТБ Андрею Костину о том, что возможно будет введение принудительной конвертации валютных вкладов. Люди думают, что это значит, что все, доллар запретят, все переведут в рубли, все пропало, все потеряли. Вы знаете, я читал очень внимательно выступление господина Костина. Господин Костин сказал только одно, что, господа, в случае, если из-за санкций будут у нас проблемы с расчетами в валюте, ну, в частности, в долларах, мы будем рассчитываться по нашим обязательствам так, как сможем. Но, вы понимаете, когда возникает вот этот ажиотаж, вот эта вот нездоровая какая-то паника, то у людей уже люди слышат одно, а понимают за этим совершенно другое. Вот в этом проблема. Костин совершенно не говорил ни о какой принудительной конвертации вкладов. Ему это просто, ну, извините, немножко приписали. Главная задача, в частности, и Костин, и финансовое руководство – продумывать те шаги, которые будут полезны для нашей экономики, полезны для нашей банковской системы. И будут, скажем так, из любых проблем создавать возможности. И, в частности, создавать план Б, план В, решая проблемы. Ну, а если кто-то нагнетает панику, ну, что будет? Давайте вот мы с вот этого высокого уровня спустимся на экономику семьи. Что делать обычным людям в данной ситуации неспокойствия? Вот если рубль не будет, например, укрепляться, то можно каким-то образом сберечь или даже приумножить свои накопления? Что делать? Смотрите, есть несколько вариантов. Вариант первый, благодаря вот этой панике, нестабильности, упали цены, например, на суверенные долги России, номинированные в рублях. Соответственно, если они раньше давали процентов 7,5, 7,2, 7,3, сегодня вполне хорошее обязательство государства, причем недолгосрочное, можно купить по доходности 8,5 процентов годовых. Госбумаги дают очень неплохую доходность. Есть корпоративные бумаги, то есть разных наших устойчивых нормальных корпораций, номинированные в рублях, которые можно сегодня купить и под 9,5, под 10 процентов. Ну, я как профессионал просто их знаю, их много. Я не вижу никакой проблемы инвестировать вот в это. Тема номер два. Валютные обязательства. Каждый российский гражданин имеет право купить евробанды России. Другое дело, что они номинированы в валюте, и там минимальный объем инвестиций 200 тысяч долларов. Ну, не каждый может, скажем так. Но они дают тоже сегодня очень хорошую доходность в долларах, порядка 4,5-5 процентов. Возьмите обязательства наших крупнейших банков. Они дают очень неплохую доходность. Можно в них зайти. То есть набор инструментов достаточно велик. Понятно, да, финансы. Главное не хранить дома. Когда люди хранят дома, на мой взгляд, это просто недостаток финансовой грамотности и помощь, так сказать, воришкам. И все-таки, Евгений, санкции все в ожидании. Если все-таки что-то серьезное произойдет и случится, насколько ухудшится положение дел в российской экономике? К чему нам готовиться? Готовиться к тому, чтобы выстраивать свою жизнь и свои дела, и свой бизнес, понимая, что это есть. Знаете, это неприятно. Это действительно неприятно. Но означает ли это, что это катастрофа? Нет. Многие страны жили и живут в условиях санкции. Да, это влияет на экономику. Да, это влияет на доходы каждого. Я бы советовал спокойно садиться и каждому продумывать свою стратегию. Спасибо. Спасибо, Евгений. Спасибо вам огромное.